Мое почтение всем почитателям моего канала, ну и случайно зашедших на огонек я также приветствую. В сегодняшнем видео будет рассказ об этих волшебных палочках и о том, как они помогают продлить жизнь нашего шпинделя, токарного или фрезерного станка, или сверлильного станка. Сейчас я перейду конкретно ближе к фрезерному станку и там и так расскажу, и на примерах покажу, как это все применяется, как оно устроено, зачем оно предназначено, что будет, если не пользоваться этим. Ну и немножко расскажу вкратце, как изготовить такие вот приспособления и из чего их изготовить можно. И так перейдем ближе к станку. Итак, вот наш фрезерный станочек, вот его шпинкель такой выдвижной. И здесь в нем есть конус, куда мы монтируем свой инструмент, или же фрезы, потом шомполом оттуда прожимаем, непосредственно фрезу вставляем, или же фрезу через переходную втулочку такую. Там конусное отверстие, эти концы хвостовиков, они тоже конические, здесь у меня конус Морза 4. Значит, в чем особенность, когда мы монтируем туда фрезу, мы не знаем, мы туда вставляем фрезу, а какое состояние там шпинделя, как он чистый, грязный, промасленный и так далее. Поэтому, прежде чем монтировать туда фрезу, ясно, туда не заглянешь, не посмотришь, мы этот конус должны просто протереть. Для этой протирки этого конуса и предназначены вот эти вот такие протиры. Иногда они на солидных станках, особенно на координатно-расточных станках, комплектуются. И на фрезерных станках иногда идут в комплекте вот такие вот протиры. Ну, там он обычно в комплекте идет один, именно такой, какой конус в шпинделе. А у меня, как видим, 4, я дальше расскажу, почему 4. Вот этим протиром периодически, особенно при установке инструмента в шпиндель, надо этот конус протирать. Значит, протирать его надо зачем? Во-первых, там может быть попасть туда стружка, особенно если станок имеет два шпинделя, вертикальный и горизонтальный шпиндель. На одном шпинделе работаешь, в другом может лететь стружка или пыль. Да и так пыль, которая здесь в помещении находится, поскольку здесь сквозное отверстие, есть небольшой сквозночок. И эта пыль худо-бедно туда подсасывается и оседает на стенках. Это сказывается прежде всего на точности инструмента, особенно если там вот какая-то мелкая стружечка туда попала или что. Вот она лежит внизу, мы вставляем этот инструмент и его сразу же перекашивает. Он именно на толщину этой стружечки перекосился. То, что перекосился, это плохо. Раз вы можете не точно просверлить или же профрезеровать деталь. Во-вторых, у вас фреза начнет брать одним зубом, потому что она будет вилять, особенно если вы будете маленькие припуски снимать. А в-третьих, это чревато тем, что у вас инструмент, за счет того, что он не плотно прилегает конус к конусу, инструмент может провернуться. И вот как видим, вот на этом инструменте, вот видим, дорожки такие есть. Появляются такие дорожки. Эти дорожки могут туда быть внутрь сориентированы, а могут и сюда выпуклые быть. Ну, его можно прошлифовать или эти дорожки вот таким образом чуть-чуть занизить. И вот видим, тут занижение есть, оно стандартно по конусу занижение. Можно эти дорожки чуть-чуть занизить. Но хорошо, если вот эти дорожки появятся только на инструменте, на хвостах. Его можно выбросить или отремонтировать. А если они появятся там, на конической поверхности от этого шпинделя, его только надо только шлифовать. И это очень точная шлифовка. Это надо будет обращаться к каким-то специалистам. Я вот это намотал белое сюда. У меня, я обычно не наматываю, прямо так протираю. Но я намотал только лишь за тем, что сейчас я вставлю туда. И мы посмотрим, насколько чистый этот у нас шпинделек. Вот это конусная ответственность. Вот, как видим, он заходит туда. Ну, и прокручиваем. И вытаскиваем. И вот смотрим состояние шпинделя. В общем-то, здесь, как видим, только в конце какая-то грязь туда налипла и так далее. А так, в основном, тут шпиндель чистый. Ну, я его периодически прочищаю, поэтому он не сильно загрязненный. Я обычно не наматываю эту, это я для того, чтобы виднее было намотал. Обычно так вставляю и прокручиваю. И эта стружка там или грязь, или пыль, она вот собирается сюда. И ее даже вот, как видим, ее даже вот видно, она нацепилась и блестит. Ну, это в этом конусе, я сейчас перейду на токарный станок. Там я давно не чистил конус шпинделя. Посмотрим, как там. Вот, собственно говоря, зачем предназначена вот эта наша волшебная палочка. Ну, я ее называю протиром. Вот этот протир, этот инструмент, предназначен не только для протирки этой шпинделя. Она предназначена и для протирки инструментов или оснастки, имеющих внутренние конуса. Вот, допустим, здесь конус Морзе-2. Вот перед установкой сюда фрезы нашей, если мы будем фрезеровать этой фрезой. Перед тем, как ее сюда устанавливать, протерли, протерли наружный диаметр этой фрезы. Потому что она, быть может, в масле, она может тоже пыль на ней оседать. И когда мы вставили, оно сходу село на свой конус. То есть между конической поверхностью внутренней и конической поверхностью наружной. Нету никаких посторонних предметов. Оно садится правильно. И оно сразу садится так, чтобы его уже только выбить можно. И монтируем потом сюда. И туда оно встало. Уже его можно только выбить. Ну, это такая оснастка. Вот у меня тоже конус специально для установки конического инструмента. Токарный патрон. Вот тоже здесь конус Морзе-4. Тоже я его таким же самым образом протираю. Потом уже сюда вставляется наша фреза. Или другая оснастка. Это зажимается в патрон. Есть еще оснастка такая. Тоже втулка, она имеет конус. И тоже его надо перед установкой по-любому. И мы сюда же вставляем тоже коническую деталь. Я это только собираюсь. Его еще на свой станок адаптировать, на токарный станок. Вот эти вот кассеты. Это в чермете нашел. Они еще, по-моему, в консервации. Их просто так кто-то выбросил. Даже и не пользовался ни разу. Вот сейчас посмотрим, какая там консервация. Ну, видим. Вот она эта. Грязь, ну, там ясно. Смазка сервационная. Вот эту оснастку. Кстати, сверлильные патроны, они имеют тоже тут конус морзе. Только этот конус, он укороченный. Он обозначается немножко по-другому. Но там тоже коническая поверхность, конус морзе. Вот, как видим, на фрезе конус морзе. И сюда мы вставляем его. И вот он сидит здесь вот на конусе. Здесь такая самая ответная коническая поверхность. Вот эти тоже можно прочищать. Вот особенно, когда наблюдая, как слесарь берет патрон, приходит сверлилка NS-12. И у него тык туда. Тык. Включил, а он раз упал. Он его опять поднял, тык, он упал. Хорошо, если на ноги промазывает. Если на ногу, то уже тяжело. Уже можно и получить небольшую травму. То есть, тоже вот он, как я сказал, морзе 2. Вот он, морзе 2, тоже можно сейчас посмотреть. Ну, с чермета, ну, этот еще бэушный какой-то. А вот этот абсолютно новый патрон. Сейчас, по-моему, вот этот морзе 2. Ну, вот видим, он еще там внутри полностью в смазке. Абсолютно новый патрон выбросили в металлолом. Ну, ладно. То есть, вот эти конуса, перед тем, как устанавливать его на сверлилку, его надо протереть, там масла, чтобы не было. Обычно консервации может быть. Жирными руками кто-то взялся. Или, может, туда стружкой насыпать. Протереть. И протереть конический хвостовичок на сверлилке. И тогда только монтировать туда. Это я вот для образца сделал несколько сверл у меня есть. Они все вот бэушные. На базаре купил или с металлолома принес. И вот здесь такие резки. Я их еще не реставрировал, эти хвостовички. Вот это не что иное, как вот когда вставляем конус сюда. И вот здесь загрязнение в конической поверхности. Или здесь загрязнение. Или что-то сюда попало на это самое. Он становится не полностью на плоскость. Конус на конус не становится на плоскость. И он тогда, только мы начинаем сверлить, он начинает шататься. Немножко выдергивается с этого хвостовика. А поскольку мы уже к детали его прислонили, он вращается. И как видим, что получается. Это все потому, что грязный был конус. Ну, тут еще вторая причина может быть, что брак по конусности. Ну, надеюсь, что там контролеры на заводах есть, они контролируют это. Я думаю, понятно, зачем это все предназначено. Почему их 4 штуки? Потому что, как видим, этот для Морзе 4, который... Сейчас я выйду. Этот протир предназначен для конуса Морзе 4. Этот для Морзе 3. Вот втулочка Морзе 3. Для этой втулочки. Этот конус для Морзе 2. Ну и самые маленькие у меня конуса, это Морзе 1. Вот тоже протирчик для конуса Морзе 1. Есть еще конус Морзе 0. У меня таких сверл нет, я и не сделал. Хотя надо будет сделать, чтобы он уже в запасе был. Как видим, я немножко прокрутил, сколько здесь было грязи. Если видно, тут надо было для наглядности намотать ткань. Вот здесь вот налепилось. Все они у меня хранятся в этом чехле. И там же есть щеточка зубная, служившая свой, как говорится, прямой срок. Срок своего прямого назначения. Ну и эта щеточка, она очень аккуратно все это дело снимает. Ну я в конце покажу, из чего я ее делал, как я ее делал, на что обратить внимание. Ну перейдем, еще покажу пару примеров. Вот у меня в этом шпинделе, там дальше, конус Морзе 3. Вот я его давно не числил. Сейчас мы просто посмотрим, в каком состоянии этот конус. Я туда уже давно ничего не устанавливал. Ну и сейчас посмотрим, что собой представляет внутренность этого конуса. Ну вот как видим, вот что там в конусе делается. Ну понятно, если его не чистить, то он будет вот в таком состоянии. Видите, там и стружка, и какие-то масляные включения, и жиры, и грязь, и ржавчина, и так далее. Ну его может быть за всяким разом чистить не надо зря, потому что все-таки любая прочистка, если там абразив, она сказывается на его геометрии, может быть незначительно, но все же. Ну а вот так вот перед установкой туда инструмента, если мы туда решили вставить какой-то инструмент, допустим, вот такой, и решили этим инструментом что-то делать, то понятно, надо его тщательно почистить, потому что, во-первых, можно испортить и конусные отверстия там, и эта же точность скажется на точности позицирования этого инструмента. Может быть будет это сотка бить, может десятка, пять соток, ну это же точность, потому что зачем тогда мы растачиваем патрон, чтобы он в нуле кулачка и не били, зачем, чтобы была точность. Так само здесь, вот если там будет какое-то загрязнение, он выставится не точно. Или же перед тем, как мы сюда устанавливаем скалку поверочную, ну тут уже однозначно надо почистить, потому что биения скалки должны быть перед тем, как мы им будем пользоваться, прокатываться, мерять там техточность, или же устанавливать угол поворота каретки. Она должна туда установиться абсолютно точно, без никаких биений. Ясно, что перед этим надо протирать там это все. То же самое, в задней бабке тоже есть коническое отверстие, но у меня задняя бабка, она самодельная, и здесь шпиндель задней бабки имеет не внутреннее коническое отверстие, а патроны садятся на наружный, ну как в сверлилках, в настольных шпинделек, такой там V10, по-моему, конус, и вот туда все эти инструменты потолчатся на наружный. Ну хотя, я сейчас буду делать серьезную заднюю бабку, вот она, вот к ней пиноль, ну осталось только основание сделать. Это вот та существующая бабка, которая есть, это будет уже натуральная, серьезная задняя бабка. Здесь тоже вот, как видим, у нее морзе-3 конус, и его надо протирать. Вот, тоже небольшая грязь там есть, но я пока же еще им не пользуюсь. Вот, в принципе, зачем нужны эти волшебные палочки, так сказать, как ими пользоваться, что может быть, если ими не пользоваться. Собственно говоря, она делает жизнь нашего шпинделя, отверстие шпинделя более длинное. Тут единственное, есть такой момент, что когда вы пользуетесь вот этими протирами, в этом случае у вас вот эти поверхности абсолютно чистые, и там, и здесь, и когда вы собираете инструмент, эти поверхности очень плотно, и без всякого изолирующего слоя, между этим и этим, нету слоя ни пыли, ни масла, ничего, они металл к металлу очень плотно прижимаются. Здесь надо соблюдать такое правило, как только попользовались этим инструментом, его надо обязательно вынуть со шпинделя станка и разобрать, выбить с конуса, с конуса, чтобы они были разобраны. Потому что если вот так вот оставите на некоторое время вот эти хорошо очищенные две поверхности, у вас может быть такой получиться случай, что вы этот инструмент потом никаким образом отсюда не вытянете это самое. В моей практике, я знаю, три случая, когда особенно этот координатчик этот нерадивый, вот он что-то сделал, так и через переходник туда шпиндель что-то вставлял, а потом ясно, что в шпинделе там надолго ничего не остается, а вот так вот втулка с инструментом иногда остается, лень ему выбить, он положил его в это, и она может пролежать месяц, два, три, а потом начинать его выбивать, и уже можно не выбить. Дело в том, что, ну я, наверное, позже когда-нибудь расскажу, дело в том, что скорость движения свободных атомов в кристаллической решетке достигает, она вроде и не сильно большая, один миллиметр за 20 лет, ну в среднем, в зависимости от состава металла. Но по-любому, что такое 20 лет один миллиметр, по-любому она на расстояние в один микрон, проникнет в тысячу раз быстрее. То есть здесь образуется общая кристаллическая решетка, то есть оно как бы приваривается друг к другу. Ну ладно, это отдельно, я просто говорю, что если вы хорошо притерли два этих вот инструмента между собой, особенно когда вы еще будете работать, до сюда будет усилие, оно его вообще плотнее зажмет. Эти два инструмента надо разобрать сразу после того, как вы произвели работу. В конце работы разобрать и сложить. Ну это и порядок, у вас будет лучше, вы потом не будете искать, а где же эта втулка, потому что вы можете эту втулку с этим инструментом в ящик туда бросить, где фрезы, а втулка должна лежать отдельно, там где с нас, и будете думать, а где же это моя теперь втулка, это самое искать. Ну потеря времени. Ну это, как говорится, культура уже так самого человека, культура производства и так далее. Теперь немножко о том, как я делал эти протиры. Да, как видим, они изготовлены из твердой породы дерева. Это дерево мербау такое, ну можно дуб, клен, потому что, ну чтобы оно более долговечное было. Значит, вот здесь проточен конус. Здесь я вот рукояткой сделал, ну просто такие шершавые, чтобы можно было и крутить, и вытаскивать. Все они разные, ну это я уже так, как говорится, придергивался, когда делал. А так вот она должна быть такая шершавая, и крутить удобно, и вытаскиваем. Это раз. Во-вторых, здесь конус. Это я, как-то у меня есть целая серия видео об обработке конических поверхностей. Есть плейлист, вы туда посмотрите, кому интересно, как конические поверхности точить, и как настраивать каретку верхнюю, какие инструменты, там четыре способа, как угол определить. Ну, посмотрите, у меня есть плейлист, туда можете заглянуть, чтобы интересно для себя посмотреть. И вот, когда я эти снимал видео, это было, наверное, уже года три или четыре назад, и я вот просто, так вот для себя, выточил, прямо на токарном станке, вот эти вот палочки, да, как я точил эти палочки, ну, тоже есть видео, у меня обработка дерева на токарном станке, кое-что сделал, прямо стандартными резцами, которые для металла точить, кое-что делал резцами, которые по дереву, ну, тоже игрался, знаете, это интересно было, вот поточил. А потом вот на этом, вот это у меня, ну, обычно было старое пальто, наверное, жены, я такого цвета не люблю, это кашемировое пальто, вот ткань, кашемир, толщина у него где-то миллиметр, вот я порезал, его такие полоски вырезал, можно было бы так сразу охватить, и ее такую сделать, чтобы она была. Между прочим, на этих вот, что я говорил, стандартные, которые комплектуются, координатно-расточные станки, особенно, там вот так и сделано, вот так вот обмотано, и все. Ну, я решил сделать по-другому, вот так вот сделать, чем лучше так, когда крутишь, оно как бы вроде спираль, оно выкручивает, сюда вот, немножко стружку сгоняет, чтобы она туда не сильно всасывалась, ну, я показал, что так лучше. Вот такие полоски с этого кашемира, береза, потом, как видим, здесь вот край полоски, он просто шурупчиком здесь прикручен. Вот сюда я его начал мотать, и вот так вот нам и намотал. Предварительно вот это намазал клеем, клей обычный, ПВА, или там какой-то по дереву, более такой эффективный клеет. Наверное, можно, наверное, можно здесь и каким-то клеем, типа, момент, или же 88, но ПВА, наверное, лучше, потому что это когда-то загрязнится, его легче будет отсюда удалить и намотать новое. Когда-то же оно сотрется, загрязнится сильно, что его надо будет поменять. Поэтому ПВА так зацепил, да я размотал, потом зажал, шлифанул, и опять намотал свежий. Вот наклей ПВА приклеил, и получились такие вот претины. Времени это занимает немного, но ваш станок, ваш пиноль, ваша станка будет, конечно, всегда чистой. Всегда чистой. А зачем она должна быть чистой, я уже вам объяснил. И все это у меня хранится. У меня такой вот мешочек какой-то был, холщовый, я ее сюда складываю. И ясно, что после того, как вы что-то там делаете, ну, я же говорю, что я не всегда ткань эту наверх наматываю, это не обязательно. Я прямо так сюда вставляю, протер эту всю стружку, потом аккуратненько, стружка, грязь, аккуратненько там сюда смахнул, щеткой, зубной обычно, которая свой срок отслужила уже по назначению. И все сюда складываю. Может быть, чехольчик можно другой какой сделать. Ну, не знаю, вот у меня оно так вот и на гвозике висит. Надо, взял, протер. Вот на этом буду заканчивать это видео. Всем всего доброго. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok